В этом году март значительно теплее по сравнению с прошлыми годами. Средняя температура плюс 11, максимальная плюс 17. А это значит, что совсем скоро наступит пора пикников на природе, где люди зачастую разводят огонь для приготовления блюд. По этому поводу старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер 5 по городу Касписку и Карабутухенскому району Шамиль Исмаилов отмечает, что именно в весенний-летний период и происходит большое количество возгораний из-за халатности людей. Наиболее распространенными причинами пожара в весенне-летний пожароопасный период является именно человеческий фактор. Это халатность при использовании спичек, при сжигании мусора. Потом выезжаем все мы на отдых, всем хочется отдохнуть в лесах, жарим шашлыки, оставляем непотушенным этот уголь и уходим дальше. Это все, соответственно, ветром разносится и вот происходят у нас пожары. По словам специалиста, после перехода с зимнего на весенний период остается сухая растительность, которая при теплой засушливой погоде мгновенно возгорается, как порох. Поэтому рекомендовано убирать за собой место разведения костра, а также хозяевам домовладений рекомендовано своевременно проводить уборку сухой растительности с соблюдением всех правил. Допустимо сжигание мусора при соблюдении определенных условий на расстоянии 15 метров от жилых домов, подготовив заблаговременно яму для сжигания мусора, обеспечив место сжигания мусора первичными средствами пожаротушения – вода, песок, огнетушитель. Помимо этого, нередки случаи возгораний автомобилей, жилых домов и многого другого, где причиной тому становится детская шалость. Дети играли с спичками и подожгли какое-то незначительное количество сухой растительности, листов бумаги, затем ветер разносил вот это все и происходили вот такие вот пожары. Как отметил Шамиль Исмаилов, за истекший период текущего года в Каспийске уже произошло 66 пожаров, при которых травмирован один человек. За аналогичный период случаев возгораний было меньше – 43. Отметим, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в лесах – от 15 до 30. Действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, удваивают ранее описанные штрафные санкции. Кроме как административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотрена уголовная ответственность. Статью 261 – уничтожение или повреждение лесных насаждений. Статью 168 – уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности. Статью 219 – нарушение требований пожарной безопасности. Самыми опасными месяцами, по словам специалиста, являются июль, август и сентябрь. Поэтому, чтобы избежать несчастных случаев, нужно соблюдать меры предосторожности. Не сжигать сухую траву, соблюдать требования безопасности в лесах, не разводить костры в хвойных молодняках, а также не курить в постели, сараях, на чердаках и всегда иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения. Анастасия Колесникова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.